Друзья, всех приветствую! С вами Никита Токмаков, фермер. Давайте посмотрим, как можно сэкономить в этом году, ну и в следующем посевном. Я хочу разобрать несколько ситуаций, разобрать несколько советов, а также понять, где же можно экономить, а где ни в коем случае нельзя. Давайте начнем с технологии, с технологической карты. Вот есть такой момент, запланированно в технологии, записав технологическую карту. Записал, нужно работать? Нет, конечно. Вот я считаю, что сейчас большая проблема у многих в том, что делаем как запланированно, как привыкли, а не по факту того, что происходит. Обрабатываем, потому что надо. Привыкли, поэтому и будем делать. Вот от этого надо отказываться уже. Не до жиру сейчас, нужно отказываться, нужно делать именно... Если работаем по факту болезни, мы работаем по факту появления болезни, да, нужно научиться, получается, смотреть, определять ЭПВ, научиться видеть признаки болезни, да, и ровно как и вредителей. Нужно раскошелиться на сачок и купить сачок, чтобы работать и именно работать по тем, кому надо работать. А если надо, если не нашли в почве, то не нужно... Не нашли в поле. То не нужно работать просто потому, что, ну, все работают вокруг. Это большая ошибка. Это вот первая экономия, где можно достичь. Не работаем везде, а работаем именно там, где надо. Второе важный момент, как я считаю. Это не нужно ко всем полям подходить одинаково. Ну, то есть, вносим удобрение, ну, вот в среднем вот так вот, да. Так, может быть, мы на одно поле можем ввести больше, на другое меньше. В рамках одного поля, возможно, мы где-то будем обрабатывать гербицидами больше. Увеличим долю гербицидов по двудольным, а на другую полю уменьшим. Ну, там нужно больше гербицидов по злаковым, ну, потому что как-то обработка разная была. Или предшественник, может быть, как-то отличался. То есть, не надо подходить к каждому полю в среднем. Вот везде делаем одинаково. Нет, нужно к каждому индивидуально подходить. Это был второй пункт. Идем дальше. Да, вот, кстати говоря, я говорил про болезни, нужно определять признаки, работать по факту. Ну, надо понимать, по каким болезням мы работаем по факту, а по каким и на каких культурах нужно работать превентивно. Ну, например, если мы говорим про фузерез, пшеницы, мы работаем, конечно, превентивно. Ну, просто такая маленькая оговорочка, вставочка, чтобы потом не сказали, ай-яй-яй, как ты мог, ошибся, не знаешь. Вот тут совет, совет, мне подсказывают, что, Никит, самый хороший способ сэкономить сейчас в сельском хозяйстве, это бросить все и пойти заняться чем-то другим. Но мы же не такие-то, мы не такие. Идем дальше. Давайте разберем вот стадии, посевная, да, где можно сэкономить. Вот по мне, так, например, в обработке семян экономить нельзя, потому что стоит относительно на гектар недорого, а очень важно. В начале, да, это и вредители, и болезни, там, пшеница, злаковые мухи, если кукуруза, и подсолнечник, там, тем более важны инсектицины. Удобрения. Где можно сэкономить, где нельзя, давайте подумаем. Если просмотреть, как сложно удобрения потребляются, например, да, фосфор, калий, то в текущий год, например, мы внесли удобрения, то в этом году лишь 35% удобрений усвоится от того, что мы внесли. Потом там еще 15%, потом еще 10%, а треть вообще не усвоится, как бы мы это даже не прочувствуем. Это особенность фосфорокалийных туков и внесения. Поэтому вот я думаю, что на сложных удобрениях один год можно сэкономить, если нужно. А вот на селитре я бы не экономил. Азот это в моменте, азот это в этом году мы это получаем, и будем работать и получать вегетационную массу, и качество, это же азот, и качество, белок. Так что вот на азотных я бы не экономил. Но мил. Давайте про СЗР поговорим, по СЗРам. Кто-то мне скажет, Никит, ну а надо сэкономить. Скажи, чего удалять-то будем? Какую обработку будем отказываться? От какой? Ну давайте подумаем вместе. Про гербицидные, наверное, я бы прям не отказывался жестко. Сорняки штука опасная. Как они себя будут вести, как что будет влиять, непонятно. Я бы не стал. Тем более норм особо не стал бы снижать. А то снизишь, они перерастут, и вообще загубить можно много штук. По инсектицидам и фунгицидам. От чего отказаться, если уж прям прижмет? Я бы отказывался, наверное, от самых первых обработок, когда впереди тепло и жарко. Культура еще небольшая, например, для ярового сева. Вегетативной массы немного. Нет особо больших рисков по заражению, по болезням. Болезни надо смотреть, отслеживать. Но вот предположим, от чего? Если у вас несколько фунгицидных, я бы оставил на самых важных фазах каждого растения. Что фунгицидные, что по сути инсектицидные обработки. Поступает предложение периодически. А давай вот купишь препарат какой-нибудь, обработаешь. Какой-нибудь мегаприлипатель, растекатель, склей и так далее. И снижайте гербициды, фунгициды, инсектициды на 20-30%. Я бы на это не ввелся, дорогие друзья. Потому что не зря посчитано в каждом препарате минимальная доза действующего вещества, которое должно дойти до либо патогена, либо насекомого, либо сорняка. Для того, оно должно дойти, чтобы подействовать. Ниже действовать не будет. И есть много причин, почему оно может не дойти в той или иной норме. Это может быть как и стекание капли, и что-то... Ну, и кроме стекания капли, благодаря которому растекатель, или удержание капли на листе, чтобы действующее вещество проникло в клетку. Кроме этого еще много причин. И если мы просто уберем одну, благодаря примеру, какому-нибудь супер-пупер растекателю и так далее, смачивателю, я не знаю что, то остальные мы причин много не уберем. И нельзя просто снизить и подумать, что ты решил проблему. Благодаря растекателю, опять же, такого. Так что вот тут аккуратней. Обтекаемо говорю, но чтобы никого не обидеть, но при этом понять, что просто так и не надо снижать препараты ниже минимальных действующих веществ, минимального объема, который указан. Ну что ж, экономия на запчастях и сельхозтехнике. Честно, пока непонятно в текущих условиях мне, как экономить на сельхозтехнике. Ну, если только вообще не покупать, да. Ну, шутки шутками, да. По запчастям. Расскажу историю. Кто-то занимается нашей сельхозтехникой, кто-то импортной из фермеров, да, кто на чем работает. Кто занимается, работает на нашей, говорят, Никит, ну а что ты хочешь? У нас вот один дилер в регионе официальный, да. Плюс-минус цена, она понятна. Сроки и цену он устанавливает. Так вот, друзья, я хочу рассказать, как я немножко сломал эту ситуацию, да, у себя. Я начал искать, не будем называть конкретно имен, кто в других регионах поставляет продукцию этого же бренда. И оказалось, что в 350 километрах есть ребята, которые готовы провести замечательные запчасти, с возможностью возврата, если не подойдет, по цене, внимание, 10-20% ниже, чем то, что мне предлагает официальный дилер. Когда я показал официальному дилеру прайс, сказал, почему вот тут так, а у вас так, как бы, ну, может быть, вы снижитесь? Они говорят, не, не будем снижаться, нам и так хорошо. Так что нужно расширять круг ваших поставщиков, это очень важно. Потому что одни, одно сегодня, одна цена, другим нужно развиваться, они другую готовы дать, третьих, там, третья. Собственно, по этому принципу была Агрокомпас создана, наше предложение, как у нами фермерами, да, для других фермеров, абсолютно бесплатно, где мы собрали, сейчас там уже больше двух с половиной тысяч поставщиков по всей стране, по бренду выберешь и смотришь, кто вокруг тебя занимается. Собственно, так я и нашел, выбирая по бренду, кто этим брендом занимается, еще нашел других поставщиков. И уже впереди его дефектовка, вот и сейчас тоже буду искать, и не буду останавливаться на достигнутом, буду дальше смотреть новых поставщиков, потому что запчасти сейчас это очень дорого. А чтобы экономить, нужно искать тех, кто еще поставляет и готов по более выгодным условиям это все сделать. То же самое по импортной технике абсолютно так же, то есть где-то можно изготовить, да, запчасть не купить, а изготовить под заказ, и классно ребята делают, отлично получается, особенно, если это такие вот взаимозаменяемые вещи, сейчас расходники, да, так что кто-то дает где-то классно аналоги, но тут надо, конечно, с экспертами говорить, аналоги, чтобы искать по-настоящему хорошие аналоги, тут это тема отдельного большого выпуска. Вот что хотел сказать по запчастям и сельхозтехники. Вот о чем сейчас стало сложно экономить, давайте я расскажу. Но вот раньше можно было по дизельному топливу понять, когда там вот у них пики цены в нижний и верхний, когда нам нужно, когда не нужно. Сейчас я вообще не понимаю, что будет происходить с ценой по дизельному топливу, непонятно, как экономить на них, да. И точно нельзя экономить на людях. Задержки зарплаты, уменьшения, как бы там, допримирование, нет, я бы сейчас точно не стал это делать, потому что, ну, люди это наше все, это важно, и вот без них мы ничего не сделаем. Людей, как бы, нужно уважать, ценить, вознаграждать или ругать за дело, да, безусловно. Но экономить сейчас на них не получится и не надо. Там, кстати, много очень хороших примеров и идей. Сейчас ребята в моем телеграм-канале, где я ежедневную свою работу показываю, дают, предоставляют и кидают свои мысли, наработки, где они экономят, где что у них получается, не получается. Так что присоединяйтесь, пожалуйста, к телеграм-каналу, буду рад всех вас там видеть. Ну и что еще хочу сказать, есть ли у вас какие-то мысли, где по-вашему стоит сэкономить, где нельзя сэкономить, на чем можно, что можно посоветовать, что нельзя, пишите, пожалуйста, в комментариях к этому блогу. А я еще подумаю, какие интересные, полезные видеоролики вам записать. С вами был Никита Токмаков, спасибо, что вы были со мной. Спасибо еще раз, всем пока.